Они получают примерно 85% от целого и только 15% малый и средний бизнес. В Китае и в Корее все с точностью до наоборот. Они понимают, что нужно выращивать средний класс, что нужно развивать и диверсифицировать экономику, чтобы малые и средние предприятия пробивались не только на внутренний собственный рынок, но и захватывали мировое лидерство, что мы и видим на примере того же Китая и Кореи. И всячески это дело поддерживают. И таким образом нам сейчас не только нужно базироваться на национальной гарантийной системе, мы ее взяли за основу ровно потому, что у корпорации МСП очень большой опыт в кокетовании и поддержке малого и среднего бизнеса. Это первая головная структура. В каждом регионе в 85 субъектах федерации есть региональная гарантийная организация, аккредитованная корпорацией МСП, которая также делит риски, по каждой сделке с корпорацией МСП. И плюс еще есть МСП-банк, как структура кредитно-финансовая, которая также может вступить в переговоры, поддержать корпорацию или единолично провести сделку с предпринимателем, что тоже не возбраняется. Дальше планировалось включать институты развития, которые тоже насыщенные финансовыми средствами могут оказывать эту поддержку, но нам хотя бы это нужно сделать. Потому что по статистике именно технологии входят в залог в 3-8 случаев в год на всю Россию. У нас порядка 5 миллионов субъектов МСП. У нас 454 кредитно-финансовых учреждения, которые могут кредитовать малый и средний бизнес. Нет никаких ограничений ни на уровне федерального, ни на уровне регионального законодательства, которые препятствовали бы банкам выдавать кредит под залог прав на интеллектуальную собственность. Мы сейчас говорим вообще в целом. И под программой ВМ, и под товарные знаки, и под наименование мест происхождения товаров, и под изобретение полезной модели промообразцы. Но у них существуют, как говорят, внутренние ограничения, которые связаны первое всего со страхом. Почему? От 3 до 8 сделок в год, это все равно, что каждый год прыгать один раз с парашютом. Страшно. Второе. Банк России, как регулятор, контрольно-надзорный орган всей сферы, признает, такие единичные сделки высоко рискованы. Это влечет что? То, что слишком серьезная идет при каждой такой сделке, без гарантии государства, высокого резервирования собственного капитала банка. То есть, если банк договорился с предпринимателем на рубль, он еще один рубль должен достать из своего актива, на чем он мог бы заработать. И отдать банку России на тот случай, если вдруг предприниматель не сможет расплатиться по кредитам. Но по нашей статистике, по всем сделкам, где проходят технологии, именно ключевые технологии, или технологии в принципе предпринимательства, ну, с глубиной анализа 5 лет до 2013 года и к нашему, к нашим дням, никаких дефолтов не было. Здесь еще дело все в чем? В том, что при правильном финансовом анализе, то есть при анализе 1, 2, 3 формы, нет никаких ограничений и понимания того, какое должно быть кредитное плечо. Я сам занимался долгое время кредитованием, в том числе, малосредним бизнесом. Но, правда, это были западные деньги, но всю пищевую промышленность, включая МПК Чашевский, мы немножко подняли. И решение, когда у вас есть информация из первого источника, плюс вы еще проверяете через МВД и соответствующую структуру, всю информацию по учредителям, и что за предприятие, вы выезжаете на место, смотрите, 30 минут достаточно для того, чтобы принять решение, под какие проценты вы будете передавать данное предприятие, и какую сумму, и на какой срок вы можете ему предоставить. А вот по части оценки, почему Георгий Завор совершенно правильно отметил, ушли от 50% залоговой массы. Потому что есть статья 340 в Гражданском кодексе, которая говорит, что оценка предмета залога – это договоренность двух сторон. Все то же самое – это правило распространяется на результаты интеллектуальной деятельности. Вот, собственно, сейчас мы подошли к вопросу об оценке, то, с чем банки никак не могут справиться, и я предоставляю слово нашему уважаемому успеху в этой области Хамиду Абриджановичу Мамашанову, заместителю генерального директора Федерального института оценки интеллектуальной собственности и бизнеса. Добрый день, уважаемые коллеги! Тема очень, конечно, актуальная. Поэтому, я говорю, это хорошие новости, потому что я думаю, что малый человек долго ждал такого решения. Мы уже более 20 лет занимаемся, в том числе оценкой интеллектуальной собственности. Очень часто идут такие разговоры. Поэтому вот это хорошая новость по появлению постановлений. Тем более, вот сегодня вам рассказали, как работает это постановление. Было озвучено выступление Браверман, это генерального директора корпорации малосреднепредпринимательства, что процентная ставка 8,5% годовых. Так, за три года будет выделено порядка 31 миллиардов рублей, на первый год, а на этот год, к сожалению, эти деньги уже не получишь. Да, один миллиард? Ну, конечно, мало это или много? Деньги, один миллиард. Вот эти деньги, это кредиты? Кредиты? Да, это не субсидии. Это не субсидии, я тоже. Мало это или много? Для России там было озвучено столько у нас малых предприятий, практически они уже занимаются именно такими разработками. Ну, если сравнить Корею, где 228 миллионов долларов в прошлом году, Китай 10 миллиардов 510 миллионов долларов, а если наш один миллиард перейти, получается около 14 миллионов долларов, да? Ну, наверное, степ за степ, что потихоньку начинается. И самое главное, вот если банки обычно рассматривают с дисконтом объекта недвижимости то, что мы говорим быстро реализуем, под 75%, скорее всего, интеллектуально, собственно, при обычном кредитовом попало бы не более 50%. Если корпорация будет гарантировать под 100%, это очень хорошее решение. Но, к сожалению, вот сегодня мы утром прилетели, сегодняшний, вчерашний номер рекомендации, что менее половины опрошено, незнакомо по поддержке малого и среднего предпринимательства. Уверены, что получить ее практически невозможно, потому что в 19-м году воспользуют только 5% представителей малого и среднего предпринимательства государственной поддержки. Руководитель Роспатента Ивлеев на рабочем совещании, когда докладывал, вот она присоединила такую вот схему гарантийного поддержки и залога потентных прав. Мне кажется, это четко показывает, каково будут взаимоотношения патента обладателя банка и корпорации. Как видите, без оценки патентов прав невозможно обойтись. Хотелось бы, чтобы вот эти все схемы подачи заявки, оплаты гарантий и так далее, были открытыми и прозрачными. То есть те нормативные документы, которые будут созданы и будут руководствоваться корпорациям МСРП, должны быть доступными, открытыми, чтобы можно было понять. Что касается оценки, конечно, у нас есть ветеральные стандарты оценки 11-й посвященной оценки нематериальных архитектурных судов, но это классически для определения рыночной стоимости в обмене, то, что сегодня профессиональная оценка занимается. Все-таки там оценка для цели залога, это немножко отличается от классической купли-продажи. Поэтому, скорее всего, здесь должно быть... И еще вопросы обмена тоже не улюблены. Сейчас я... Вопрос можно в конце тогда, да? Ты сейчас закончишь? Поэтому, конечно, Роспатент занимается сегодня разработкой методов-рекомендаций для оценки, для целей залога. В свое время, когда Роснадо сформировался, тоже эксперты Далойта разрабатывали практически руководство по оценке интеллектуальной собственности и бизнеса финансором из Роснадо. Здесь профессиональное сообщество выступало как экспертиза этой метод-рекомендаций. Это был более-менее рабочий документ. Я сегодня не знаю, кого были привлечены для разработки метод-рекомендаций Роспатентом. По крайней мере, я знаю, там... Да, такие вот молодые оценщики, руководители ЦРО, но никогда они не упускали никакого отчета обоценки. Так вот такие тоже, к сожалению, имеют наступить. Поэтому очень аккуратно, если уже нет этой рекомендации, я бы хотя бы провести экспертизу, надея способность таких рекомендаций. Дальше я об этом скажу, какие будут проблемы с банком. Статистика договоров залога с объектами интеллектуальной суммы, это официальная статистика Роспатента. Если посмотреть по товарным знаком, где-то там полтора, 0,57% договоров, и где-то полтора процента от всех заключенных, 0,5% от всех заключенных договоров, это долгая залога. И если в отношении прошлого, это 55 тысяч народных знаков, только 829, это полтора процента, это под залог. По изобретениям вообще, да, вообще всего лишь 8 договоров, сколько там результаты интеллектуальной деятельности, провести на отсутствие. Обсутствует полностью сведения по программам для ВМ, по селекционным достижениям, по секретам производства, ноу-хау. Может быть, продолжение этого форума, да, чтобы вот в таких документах продусмотреть, в том числе, значит, сегодня очень, когда мы говорим о цифровой экономике, о кибербезопасности, о бескорственном интеллекте. Многие, малый и средний, занимается разработкой программного обеспечения. Но, к сожалению, вот, могут ли они рассчитывать получение определенных средств под кредитованием своих программных продуктов? Вы перечислили сельское хозяйство, а там селекционное достижение, постановление правительства обчаятся. Да, они не включены. Не включены, да. Поэтому вот такие моменты, мне кажется, надо будет учесть нам в дальнейшем, да? Еще один момент. Вот, например, программа для ИВМ «База данных» в Роспатенте залог не регистрируется. Соответственно, у Роспатента просто нет такой информации, но, тем не менее, программа для ИВМ, вот мы в курсе совершенно однозначно, что программа для ИВМ передавали в залог в прошлом году по определенным договорам, которые, в том числе, сделки проводились в части корпорации МСП, МСП-банка. Поэтому все дороги для вас открыты. Но это не должно быть единительный случай. Я согласен. Все-таки мы должны формировать рынок инструктальной собственности, да? Значит, конечно, добровольная регистрация сделки по программам, базу данных, топология интеграмных микросхем тоже здесь происходит. Да? Значит, какие объективно-субъективные причины низкой активности использования объектов в залоговой практике? Конечно, в первой разе несовершенство законодательства, потому что сегодня отсутствует действенный механизм обращения взыскания объекта. Как будет, если банк не получит обратно свои деньги, да? Кому переходит это исключительное право? Как дальше будет делать? Что будет делать банк с этим объектом? Поэтому они, скорее всего, относят к четвертой категории, да? Где от 50% до 100% риски банка. Поэтому вряд ли они будут это рассматривать. Поэтому в законодательстве должны быть разработаны нормативные документы, которые защищают или хотя бы распределяют риски между всеми участниками этого субъектива. Отсутствует информация об открытости рынка интеграммами собственности. Вот самое главное. Да? Потому что банки смотрят. Это оценщики могут искать специальные данные, вытаскивать из там Роспатента или там своих предыдущих оценок. А для сотрудника банка, кто принимает решения, это недоступно. Поэтому в этом плане, если Роспатент все-таки там, хотя бы, да, размещает эти данные, не говоря о том, что мы несколько раз будем. Каждый в таких возможных случаях мы говорим, что Роспатент может опубликовать рояльти. Так, ну вот, они всегда говорят, это не наша функция, это не надо. А как-то тогда мы формируем рыночную стоимость, по какой цене мы будем оценивать. Вы же сами говорите, Леонтьев оценивает 10 миллионов, я оцениваю тот же объект 30 миллионов, третий оценщик оценивает 150 миллионов. Я с вами согласен, я даже считаю, что надо, но у них ее нету просто информации. Если бы у вас были какие-то толстые оценки, и были бы принципы, на которые встроится вся ваша методика, то это было бы нормально. Давайте я завершу потом вопросы. То есть, давайте сразу не отказываться, давайте подумать над этим. Мы тоже заинтересованы, чтобы наши стоимости, оценка это все-таки, это не цена, совпадала с темой того, что наблюдается на рынке. Конечно, недооценивает нас роль и значение объекта интеллектуальной собственности, как генетическая основа современного бизнеса, как предмета залога. Сегодня в отдельном виде патентное изобретение, патентная полезная модель, вряд ли может быть рассмотрен как объект кредитования. Если вы внимательно прочитаете постановление правительства, там написано, что как минимум три года вы должны выпускать продукты по этому патенту. Поэтому здесь больше всего акцент идет на формировании бизнесообразующей технологии. Обратили внимание на статистику, сегодня больше залог под товарными знаками. Когда вам показывают товарный знак Мерседеса, вы спрашиваете, сколько у них патентов. То есть в совокупности вот эти товары, знаете, отражают, что в конечном итоге такие. Поэтому здесь, если сегодня в Гражданском кодексе обозначены как единые технологии, сложный объект. А ФСО мы заложили и в практическом руководстве Роснена, когда были разработаны, появилось такое понятие, как бизнесообразующие технологии. То есть это совокупность результатов интеллектуальной деятельности, которые составляют технологическую основу производства этой продукции, организации этого бизнеса. В этом плане как раз таки вот это вот рассмотрение коденетической основы. Ну, значит, было бы вот хорошим предметом. Как это решать, мы дальше еще скажем. Конечно, соответствующего уровня квалификации работников и оценщиков, работников банка оценщиков, понимания сложного объекта. В этом случае, как выйти из этого положения? Можно провести сертификацию. Сегодня государство установило квалификационную аттестацию для оценщиков. Второй, наверное, они, значит, выгнали с рынка. Так, здесь тоже есть механизмы, где можно объективно, независимо, так, значит, оценить компетентность, квалификация тех специалистов, которые этим будут заниматься. И, конечно, отсутствие опыта можно компенсировать проведением образовательных семинаров, обучения. Так, здесь не только потенциально поверлено цирки. Я именно хотел делать акцент на работников кредитных организаций, чтобы они понимали эти моменты. Так, конечно, интересно будет, как надо подготовить объекта, как предметы, залоги, да? В первую очередь, конечно, вы свои патенты должны довести до состояния готовности, то есть формирования на базе вашего патента той бизнес-образующей технологии, ее тестирования при организации опытных параметий. Так, если выпуска нет, то невозможно получение кредита. Если вы говорите, мне еще полтора года надо там опытно изготавливать, потом посчитать, если на третий год продукция получится, тогда я вам введу тренинг, тогда вы кредит не получите. Обеспечение правовой охраны всех объектов интеллектуальной собственности. Там написано, там, в постановлении правительства, портфель права. То есть надо упаковать все эти объекты интеллектуальной собственности в портфель. И здесь я написал, по возможности выйти на регистрацию товарного знака, который, да, в конечном итоге может объединить эти моменты. И тогда там и банкам легче будет, им более понятно, что за товарный знак, потому что если у банка отбирается этот товарный знак, у него бизнес прекращается. Он не может дальше это выпускать в продукцию. У нас было несколько таких оценок товарных знаков именно для цели залога. В двух случаях это хорошее, кредит получали, возвращали. В одном случае все-таки банк отбирал товарный знак, и бизнес остановился. А там уже не спрашивают, какие были у него технологии, какие там патенты. Следующий, конечно, оценка рыночной стоимости бизнесообразующей технологии. Я бы рекомендовал не только этим ограничиться, но и использовать этого объекта для роста капитализации. К сожалению, в этом году заканчиваются, но есть какие-то движения, что Госдума может это продлить. Провести инвентаризацию ранее неучтенных на балансе таких объектов результатов интеллектуальной деятельности. Можно поставить на баланс, если вносите в уставный капитал, тем более вы увеличите стоимость, тогда открываются кредитные возможности. Так, ну я бы сказал, что здесь еще, если все-таки для цели залога нужна отдельная метода рекомендации, потому что принципиально отличается методология оценки для купли-продажи и методология оценки для цели залога. Сегодня СРО оценщиков завалено жалобами банков Российской Федерации по оценке для цели залога. Вот там до исключения и СРО, соответственно, этот оценщик прекращает свою деятельность, поскольку, значит, его отчет подвергался вот такой вот критике, и дисциплинарный комитет принимает решение, что эти аргументы обоснованы. Да, где-то процентов 20 такие аргументы обоснованы, потому что человек, я не думаю, что он умышленно там адресует какие-то цифры, только человек не понимал, что это было для цели, для цели залога. Поэтому здесь, наверное, надо будет специальные такие рекомендации, не говоря о том, что рыночная стоимость в обмене, рыночная стоимость для цели залога, да, это совершенно разные по численности и по понятию. Да, у нас есть стандарты стоимости, инвестиционная стоимость, реквизиционная стоимость. Положа руку на сердце, я скажу, рыночная стоимость, результат фиклитальной деятельности практически не бывает. На рынке нет таких. Поэтому если объекты недвижимости, машины, оборудование можно методом сравнительного подхода, вот аналогичные объекты есть, цены такие. У нас каждый объект уникальный. Поэтому в классическом понимании то, что заложено федеральное законовооценочное деятельность, рыночная стоимость, это наиболее вероятная цена, за которую может быть отчуженный объект, здесь у нас не работает. Поэтому, скорее всего, конкретные инвестиционные цели, и, конечно, для интереса банка надо определять еще несколько отсутствий. Поэтому обязательно здесь нужна рекомендация с этими особенностями. Мы бы предложили добавить еще проведение сертификации этой бизнес-образующей технологии как потенциального предметного залога. Для этого я дальше еще раскрою. И формирование портфеля прав. Видите, там постановление правительства делает акцент именно на воплошенных продуктах, принесая компания основные доходы. Если продажа продукции, получения прибыли нет, то вряд ли банк будет это рассматривать. И, конечно, постановление еще требует разработки инвестиционного проекта, где все это вы по полочкам разложите. Еще раз, да, вот мы говорим, что есть налоговая преференция для тех, у кого есть результаты интеллектуальных деятельностей, не отражены на балансе. В течение, вот до конца этого года можно провести документализацию. Если за счет этой стоимости увеличивается стоимость компании, то оттуда никаких налоговых последствий нет. Вот яркая пример аэрофлота. У них было в 15-м году 6,5 миллиарда угодков. За счет оценки, инвентаризации, постановки, там были выявлены порядка более тысячи результатов интеллектуальной деятельности. Из них только 150 поставили на баланс по оценке рынка стоимости. И вышли за счет дополнительной прибыли на 38 миллиардов чистой прибыли. Поэтому грамотно квалифицированное проведение инвентаризации, так, постановка бухгалтерский баланс, так, оценка рыночной стоимости, конечно, будет существенно поднимать стоимость отличественных компаний. Вот это, как раз, федеральный закон, где предусмотрено, что если эти результаты интеллектуальной деятельности оценены условно на 100 миллионов рублей, то при обычной практике надо было сразу 20 миллионов заплатить как налог на прибыль. Сегодня этого нет. Сразу стоимость компании увеличивается, активы увеличиваются, отсюда возникает и инвестиционная привлекательность, и открываются пути кредитования, хотя бы в размеру основного капитала, и поднять на эту сумму. Ну, конечно, и здесь есть тоже определенные проблемы, но пока начало неплохо, я думаю, что. Скоро закончится. И очень большая... Это временная мера. Да. Она заканчивается в этом году. Если кто-то может провести инвентаризацию, что-то и поставить на баланс, имеет смысл бы поделать вот сейчас. Ну, вроде мы общались с некоторыми профилями, естественным, вот, мотополием, вроде Роскосмос хочет там вот выйти. Желание... Так, пожелание... Ну, может быть, мы сейчас с вас поговорим. Вот, а это не нам. Нет, говорят, что Минэкономика против. Я думаю, что вот, когда мы будем обращаться к банкам, да, банки не совсем себе представляют, какие они выгоды имеют, если они результаты интеллектуальных деятельностей рассматривают как объекты залога. Они традиционно, для них это объект, так как... Субтитры создавал DimaTorzok